В эфире РБК Алфа. Мы вещаем за Даля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Уфимское время 20.30. Как всегда в это время. Выпуск новостей. Вот главная его тема. Газели не будет. Маршрутные автобусы малой вместимости покинут улицы Уфы. Динамика в плюс. Доходы бюджета республики показывают рост. И ориентация на экспорт республиканских предпринимателей научат работать на внешние рынки. Газели не будут заниматься перевозками пассажиров в Уфе с 2018 года. Их исключат из соответствующего списка общественных перевозок. Так прокомментировали в мэрии Уфы рекомендации Госкомитета Республики по транспорту и дорожному хозяйству о переходе на автобусы большей вместимости. К 2018 году планируется исключить из перевозочного процесса микроавтобусы категории М2 класса Б. То есть это только сидячие места. Операторами автобусных маршрутов проводится полномерная работа по замене автобусов малой вместимости на автобусы большей вместимости и повышенной комфортности. Данные меры принимаются для того, чтобы повысить безопасность перевозок и обеспечить комфортом пассажиров. Также муниципальные власти заявляют о планах в ближайшие пять лет сократить число транспорта на 1300 единиц с 3750 до 2450. При этом одновременно за счет перехода объем перевозок, как говорится в материалах, увеличится на 12%. Сегодня в Уфе насчитывается только 299 автобусов большой вместимости, средние около 2100 и малой менее тысячи. Всего же в Уфе между перевозчиками распределено 137 маршрутов. Доходы консолидированного бюджета Башкортостана с начала года увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к сумме в 60 миллиардов рублей. Отчет опубликован региональным Минфином. Основными источниками доходов стали налог на прибыль организации 14 миллиардов 373 миллиона рублей, на доходы физлиц 13 миллиардов 668 миллионов, акцизы и налоги на имущество почти по 6 миллиардов. Вместе с тем наблюдается и рост расходов на 4% до 53 миллиардов рублей. По традиции наибольший удельный вес в их структуре приходится на социальную сферу, это 77% или 40 миллиардов 703 миллиона рублей. На субсидии выделено почти 29 миллиардов, на медстрахование неработающего населения и в пенсионный фонд более 6, социальные трансферты населению это еще по 6,5 миллиардов рублей. Торгово-промышленная палата Башкортостана и российский экспортный центр запускают в нашем регионе проект, призванный помочь малому и среднему бизнесу в экспорте своей продукции. Как отмечают эксперты, предпринимателям не хватает необходимых для этого знаний. Сейчас идет достаточно серьезный тренд в стране по поддержке малых предприятий, ориентированных на экспорт. Это связано с тем, что, не поверите, уже в некоторых отраслях, мы вчера обсуждали на одном из главных столов, у нас уже происходит перепроизводство, это в том числе и в продовольственной сфере, и с тем, чтобы не допустить снижения цен и потери наших предпринимателей, мы, конечно, сейчас будем предпринимать активную среду для того, чтобы эту продукцию вывести на экспорт, потому что в мире существует достаточно значительный спрос. Но есть определенные правила, там совершенно другой уровень конкуренции, там нужна государственная и страновая поддержка, как политическая, так и финансовая. Программа бесплатного обучения охватывает все циклы экспортного проекта и состоит из восьми курсов. Это маркетинг для экспортеров, правовое обеспечение, документационное и таможенное оформление и так далее. На сегодняшний день идет формирование списков участников, желающих экспортировать свою продукцию в другие регионы страны и за рубеж. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на завтра, и доллары и евро продолжают дешеветь. Американская валюта по отношению к российской падает на 68 копеек, 65.20 европейская на 61 копейку, 72.84. Лучшие обмены и курсы на сегодня. Покупка доллара в банке Финам за 65.05, продажа в БКС-банке за 65.49. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке Финам за 72.70 копеек, по продаже в БКС-банке за 73.29 копеек. На 200 миллионов рублей увеличит Башкомснабанк уставной капитал. Об этом нашему телеканалу сегодня сообщили в кредитной организации. Соответствующее решение принял Совет акционеров. После выпуска доп.эмиссии в объеме 2 миллионов акций номиналом в 100 рублей уставной капитал Башкомснабанка увеличится до 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Отмечу, что в 2014 году докапитализация финансовой организации составляла 100 миллионов, в 2015-м 200 миллионов рублей. В Башкомснабанке объясняют решение оживлением со стороны участников реального сектора экономики. Банк имеет 14 офисов в Уфе, 20 в целом по республике и одно представительство в Москве. Это, конечно, даст положительный импульс и экономики республики, потому что увеличатся и кредиты в сторону в пользу реального сектора, а это, естественно, дает синергический эффект. И увеличивается и налогоблагаемая база, увеличивается и доходы у наших клиентов, увеличивается и количество рабочих мест, и в целом только одни положительные моменты. Это все региональные новости на сегодня. Оставайтесь с РБК. Хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова